Полезный город Последние дни уходящего 2020 года поговорим, каким был этот год, что несет в себе год грядущий, какие планы, что нужно успеть реализовать. Обо всем этом поговорим именно сегодня. Итак, Павел, начнем по порядку. Думаю, со мной согласятся многие. Год был достаточно странным, нестабильным, нестандартным, но насыщенным на новые, уверенно, знания, ситуации. Скажите, каким этот год был для компании КЭСа? И сказалось ли, новые условия и пандемия на каких-то процессах организационных, либо внутрикорпоративных? Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что этот год, в принципе, оказал на всех влияние, в том числе и на нашу компанию. Первое полугодие для нас было вообще непонятное. То есть, начиная с апреля по май мы находились в такой, в подвешенном состоянии. Что делать, куда бежать, какие дальше будут, так скажем, заказы, выводы, инструменты, которые мы будем применять. У нас был полный хаос, честно скажу. Вот. Но уже с мая месяца мы начали понимать, что нам нужно делать, что улучшить в организации, в первую очередь, для того, чтобы мы остались на траектории роста. И завершили год на позитивной ноте. То есть, все инструменты мы применили. Самое главное, ввели мы финансовое планирование в организации. Сократили на минуточку где-то порядка 15-17% ненужных трат, которые, как оказалось, в принципе, и ненужны. И тем самым исключили все, так скажем, моменты, которые нам мешали развиваться даже в такое непростое время, так скажем. Ну, то есть, можно сказать, что наоборот, год как раз помог найти какие-то новые точки роста, понять, где есть какие-то ямы либо пробелы, устранить их, что в дальнейшем даст, наоборот, толчок. То есть, это неописуемый опыт, да, я думаю, что дай бог, чтобы этот опыт не повторялся так часто, может быть, там из года в год, да. Но на самом деле мы прошли достаточно хорошую, жесткую школу выживания в таких серьезных кризисах. Поэтому в дальнейшем у нас на сегодняшний день есть понимание в случае каких-то таких же локдаунов, как мы будем себя вести. А что это, например, можете сказать, что поменяли, либо что сократили, либо что поменяли? В первую очередь мы увеличили эффективность, свою эффективность в плане работы. То есть, мы каждого сотрудника, который у нас работает, с ним поговорили, обсудили с глазу на глаз, обсудили все вопросы, которые ему мешают работать, да. И те люди, которые не хотели работать, не хотели меняться, у которых есть только одно единственное правильное мнение, это их мнение. Ну, с такими людьми мы расстались, в общем-то, да. Сократили людей-якорей, так называемых, вышли в позицию того, что мы работаем именно на общий результат, а не каждый сам за себя. И на сегодняшний день мы такой линии дальше придерживаемся. То есть, именно командная работа, именно работа на общий результат дает нам положительный эффект на сегодняшний день. Вот здорово. На самом деле здорово, когда, наверное, нужны такие моменты и периоды, когда приходит ясность и понимание, что нужно тебе, с чем ты готов расстаться. Как говорится, надо, чтобы иногда нам стукали гаечным ключом по голове, и тогда мы начинаем работать в разы лучше. Ну, я думаю, этот год хорошо прошелся по всем организациям. Тогда плавно вытекающий из этого вопрос номер два. Какие самые главные, наверное, уроки из этого года вы вынесли? В чем как раз пришло осознание? Может быть, раз, и как вспышка в голове. И вот вы понимаете, что все, я не готов так, теперь я буду делать так. Что это было? На самом деле, продолжая разговор о тех людях, которые нас, в общем-то, стопорили в развитии, да. Я по своей натуре достаточно мягкий руководитель, и всегда давал шанс любому человеку исправиться, либо показать себя, раскрыть себя. Но вот как раз вот в этот кризис я понял, что, в принципе, таким людям шансом, ну, бессмысленно давать. Как бы я ни старался сделать все условия для них, это будет бесполезно, это будет, ну, просто-напросто не имеет никакой выгоды для компании. И люди на своем остаются, и с такими людьми надо просто расставаться. То есть, не надо их тянуть, а просто говорить спасибо, освобожденное место, кто-то придет более эффективный, более мудрый, и тот, кто хочет работать и зарабатывать. Вот это первое, что меня прямо осенило, что не держаться за тех, кто тащит организацию вниз. Второй момент – это, так скажем, не паниковать. То есть, любая ситуация, она складывается из определенных факторов, на которые надо реагировать. Если мы раньше, предположим, прогнозировали свою стратегию на год, на два, на пять лет вперед, то на сегодняшний день мы часто пользуемся инструментами, которые нам позволяют реагировать здесь и сейчас. То есть, принимать решения, которые так или иначе помогут нам выйти из ситуации прямо сегодня, так скажем. Потому что у нас принимаются законодательства, принимаются акты, принимаются какие-то штрафы практически каждый день, на которые она реагирует. Поэтому мы, вот второй момент – это стратегическое управление, которое непосредственно направлено на принятие решений здесь и сейчас. И третий момент – это повышение финансовой культуры организации. То есть, если раньше нам приносили множество счетов, которые бесконтрольно платились, в которых не было понимания вообще, то есть, какой у нас резерв, какие у нас деньги на счетах, сколько мы можем себе позволить оплатить, а сколько мы можем еще подождать, то на сегодняшний день это все нормализовано, созданы фонды, которые позволяют нам накапливать резервы, в случае чего, если мы можем, предположим, не работая, совсем прожить энное количество месяцев, сидя без работы. И некоторые наши поставщики обижаются иногда, потому что мы раньше платили сразу, а сейчас выделили определенные дни для платежей. И, в общем-то, прививаем эту культуру, и с нами большая часть наших клиентов и, так скажем, наших партнеров, в принципе, согласны. Поэтому вот это третий момент, который нам позволяет достаточно быстро реагировать на ситуацию. Я вот как раз хотела спросить, вы сами обмолвили сейчас о партнерах. Этот год, мне кажется, еще очень многим показал, кто твой друг, а кто и вовсе не друг. Были ли такие моменты, когда понимали, что, наверное, вот с этими контрагентами или с этими партнерами тоже нужно расставаться, вот как расставались с сотрудниками, либо все-таки смогли практически со всеми договориться и остаться на каком-то... Большая часть наших клиентов и партнеров, в принципе, с нами были на протяжении всего этого кризиса. С какими-то, конечно, мы расстались, но это в основном те, кто сильно пострадал, и мы, в принципе, понимали, что действительно у людей нет денег, они не были готовы к этому событию, так скажем, коронавирусу. С какими-то мы до сих пор находимся в судебных разбирательствах, но в процентах 90 мы, в принципе, сумели договориться. Как и с нашей стороны, мы просили, предположим, снизить арендную ставку, мы попросили наших сотрудников понять ситуацию и урезать на пару месяцев премиальную часть на 15%, все были согласны. Ну, не самые большие такие проценты. Не самые большие проценты, но это та сумма, которая, так скажем, саккумулирована была на счетах и позволила нам почувствовать себя более уверенно в случае каких-то дополнительных ограничений, которые на тот момент непонятно было, когда они закончатся и закончатся ли вообще. Вот. Ну, вот, в принципе-то и все. То есть, со всеми клиентами, которые у нас с нами работают, так или иначе, мы договорились, где-то сроки продлили, где-то, так скажем, на уменьшение стоимости даже сами пошли. Ну, тем не менее, свои обязательства мы выполняем всегда. Все меньше дней остается до конца 2020 года. Давайте вспомним парочку каких-то самых таких, может быть, ярких моментов в выходящем году. Касаемо компании, касаемо вас лично, семьи. Что касается компании, то, безусловно, это наш юбилей. Десять лет компании в ноябре мы отпраздновали, так скажем. Но в связи, опять же, с пандемией мы на широкую ногу не праздновали скромно, в семейном кругу, как говорится, в компании. В масках и перчатках. В масках и в перчатках. С облиянием социальной дистанции, конечно же. Но, тем не менее, мы отпраздновали, так сказать, семейно, дружно, незабываемо. Без всякого лишнего пафоса, так скажем, и так далее. Это что касается непосредственно компаний. Ну, второй момент, что касается лично меня, это завершение обучения по президентской программе. И, честно говоря, дважды думал, что я сойду с дистанции. Потому что совместить ежедневное обучение по вечерам, работу в кризис и не дать компании падать, было сложно. Было сложно. И вот буквально на днях вручили нам дипломы. В принципе, для меня сам факт наличия диплома не важен. Главное, что у меня осталось в голове, какие знания. И вот этот курс, на самом деле, мне помог на протяжении того времени, когда мы начали учиться, применять эти знания непосредственно в организации, что исключило пару моментов, негативных моментов, которые могли бы привести компанию в достаточно серьезные убытки. То же самое касается финансовой деятельности и стратегического менеджмента в организации. Вот что касается именно меня. В целом год, я бы не сказал, что он плохой. Да, есть нюансы, да, пришлось подстраиваться, пришлось вносить какие-то корректировки. Но этот год был настолько практичный, что ли, когда приходилось находить решение буквально за час, за сутки, максимум за два дня. И я, честно говоря, благодарен этому году, потому что он нас закалил, он нам дал опыт. И самое главное, что мы смогли удержать вектор роста нашей организации. Я здесь не могу с вами не согласиться. Конечно, в том плане, что год был направлен именно на практику, потому что в эту ситуацию попали все одновременно. И каких-то кейсов готовых, которые бы уже когда-то случались, и можно просто взять и применить, нет. И, наверное, как раз вектор роста и остался за теми, кто смог адаптироваться, немножечко как это перераспределить свои силы, перенастроить компанию, подходы и идти дальше. Потому что у многих сгубила паника и апатия, когда все плохо, сложили ручки и, собственно... Я думаю, что на основе 2020 года, в следующем году у нас появится много бизнес-литературы, которая будет нам говорить, как действовать в случае таких-то и таких-то, значит, серьезных кризисов. Поэтому мы уже это пережили и будем применять, исходя уже из своих наработок. Мы с благодарностью прощаемся с 2020 годом. Спасибо большое. Можете уходить. 2020 год. Плавно переходим к планам на 2021. Наверняка какие-то уже идеи и задумки были, ведь вы занимаетесь стратегическим планированием. Конечно, конечно. Какие-то, вероятно, потерпели изменения определенные в связи с новыми условиями. Какие планы? Что ждет компанию? Чего ждете от компании, от себя? В 2021 году мы будем заниматься в большей степени качеством нашей продукции. Мы не прекращаем работу над тем, чтобы найти тех специалистов, которые, ну, от Бога специалисты в строительной сфере, и чтобы наше качество выдаваемых отчетов, наше качество услуг было в разы выше, чем на сегодняшний день. И над этим будем плотно очень работать. Что касается присутствия организации в других регионах, то, конечно, мы нацелены выходить на другие регионы. Это, в первую очередь, наши соседи. Нижний Новгород, Пермь, в Коми мы уже присутствуем достаточно хорошо. Подмосковная область, Подмосковье, да, вполне реально. То есть мы нацелены на развитие, на расширение и масштабирование нашей организации. Но для того, чтобы это все сделать, нужно, в первую очередь, решить самый страшный для нас вопрос – это кадровый голод. Кадровый голод, который испытывает организация, именно специалистов, которые… Да, это строительный сектор, но, тем не менее, это все-таки есть определенная специфика в этих услугах. Это как обследование зданий, сооружений тех заказчиков. И, соответственно, не каждый еще готов, в принципе, работать в другом регионе. Ну и сами по себе другие регионы, тоже нас ведь там никто не ждет, в принципе, и конкуренцию там никто не отменял. Поэтому мы нацелены завоевывать эти рынки методом качественного исполнения своих услуг, методом популяризации нашего бренда и, в общем-то, выдавать определенный результат в оговоренные сроки. Ну, то есть будем следовать заданному вектору роста? Да, обязательно. То есть, ну, в любом случае мы нацелены на рост. В любом случае на рост. А этот год показывает, что мы выросли примерно на 40% по сравнению с прошлым годом, что не может не радовать. Я думаю, что ниже планки в следующем году не должно быть. Все будем принимать, все условия и все, так скажем, инструменты, которые нам это помогут сделать. Павел, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, я до сих пор верю в Деда Мороза. И он каждый год исполняет мои желания. Скажите, пожалуйста. Хороший Дед Мороз. Сама выбирала. Скажите, пожалуйста, а какой подарок заготали бы вы Дедушке Морозу? Для меня это самый сложный вопрос. Самый сложный. На самом деле я привык исполнять какие-то чужие желания. Немножко отдалюсь. Несмотря на пандемию, мы все-таки выделяли средства на благотворительность, поучаствовали в некоторых благотворительных проектах. Для меня, в принципе, иногда я чувствую себя Дедом Морозом и помогающим людям в определенных ситуациях. Не сказать, что есть большие ресурсы для этого, но, тем не менее, мы стараемся в этом всегда участвовать и поддерживать. Что бы я для себя пожелал? Наверное, бесконечный поток пофигизма, возможно. Потому что на самом деле надо все воспринимать достаточно просто. Не надо усложнять все ситуации, искать простые решения. Но если серьезно, я бы попросил, наверное, круглосветное путешествие по всему миру. Даже в условиях сегодняшней пандемии любые есть варианты. И хотелось бы, чтобы это уже как можно скорее все завершилось, открылись границы, и мы стали более мобильные по всему миру. Это, честно говоря, мне очень не хватает. Я люблю путешествовать, люблю бывать в различных странах, но в этом году, к сожалению, мои планы были перечеркнуты. Поэтому, Дедушка Мороз, если ты меня слышишь, я хочу путешествовать. Ой, я присоединяюсь к вашим хотелкам. И очень надеюсь, что Дед Мороз нас правда слышит. И уже, наконец-то, мы снимем маски, снимем перчатки, выбросим антисептики и начнем путешествовать, греметь колесиками чемоданов, летать на самолетах, видеть новые страны и макать ножки в океаны. Это тот меню, который нужен всем. Ой, желательно завтра уже. Ну, раз Деду Морозу мы наше пожелание уже озвучили, что хотели бы пожелать партнерам, клиентам, друзьям, просто всем жителям Кировской области в преддверии Нового года? Ну, в первую очередь зайдем с актуальных пожеланий. Это, в первую очередь, здоровье, счастье и беречь друг друга. Второе, что бы мне хотелось пожелать, это все-таки спокойно относиться к любой ситуации, находить решение. Нашим партнерам хотелось бы пожелать выдержки, хотелось бы пожелать развития в любой ситуации, ну и приходить всегда к компромиссу, находить решение. Что еще? Ну, Кировской области желать только развития. Я душой болею за развитие нашего города, нашего пространства, с удовольствием участвую и наблюдаю за общественными объединениями. И, честно говоря, в последнее время душа радуется, когда у нас достаточно крутые проекты рождаются. Дай Бог, чтобы они были реализованы все. И здесь будет жить хорошо, приятно, и воспитывать здесь детей, чтобы они не уезжали у нас в города-миллионники, а росли и участвовали в жизни в нашем городе. Спасибо огромное, Павел. Я напоминаю, что эта программа «Полезный город» пришла нам пора прощаться в этом году. Услышимся уже в новом 2021-м. И я напоминаю, что в студии была Инга Дегтерева, и сегодня в гостях у меня был директор Кировской экспертно-строительной организации Павел Рылов. Павел, спасибо вам огромнейшее за этот эфир. Спасибо вам. Процветание, исполнение всех ваших планов, идей, надежд, роста, роста и еще раз роста. А я напомню, что прийти в компанию КЭСа и воспользоваться огромным и широчайшим спектром услуг вы можете по адресу Московская, 107-Б, бизнес-центр Московский, 10-й этаж. Запишите, пожалуйста, все срочно номер телефона 219-900, компания КЭСа. Павел, еще раз спасибо огромное. Спасибо всем. Ждем в гости. Всех будем рады видеть.